Идет разрушение всех государств. Почему Америка? Она была самым сильным. СССР рухнуло все. Китай там тоже далеко и что-то можно сделать. Все уже, так сказать, расщепили. Нет нигде нормального, монолитного, мощного, сильного государства со здоровой идеологией, с мощной экономикой, со здоровым населением. Но если будут разрушены основные государства, мы не будем знать, а где центр-то принятия решения. Вот в чем опасно. Кого бить? Они сделают так, что никто не сможет начать войну. А против кого? Трамп в тюрьме будет, Байден с ума сойдет, что Америка рухнула. Кем? Кто нам враг-то? Врага нету, Меркель ушла, вместе с нее придет, тюфят какой-нибудь, ничего не соображают. То есть все слабые. Получается, пионерский лагерь, где пионер-вожатых нету. И все пионеры полуумные. С кем бороться-то? Бороться не с кем, понимаете? Поэтому это вот самое лучшее, что они придумали. С деньгами сидят, у них упакованные банки, у них все есть. Они на биткоин переходят, чтобы еще денег не было. Ни металлических, ни бумажных. Что все виртуально, все где-то в пространстве. Весь чудак забыл пароль. И 240 миллионов просто так у него исчезло. Поэтому виноваты ученые, все эти политологи, журналисты поднимают всякую эту панику. Мы с вами становимся свидетелями, и даже правильнее будет сказать, участниками поистине исторических событий. И не случайно, что эти дни приносят нам и важные исторические параллели. Начну с одного такого символического совпадения. На минувшей неделе, буквально накануне 23-й годовщины нападения, варварского нападения НАТО на Белград, в Соединенных Штатах ушла из жизни идеолог этой войны, бывшая тогда госсекретарем США Мадлен Олбрайт. Олбрайт лично участвовала в выборе целей во время бомбардировок Югославии силами США и Североатлантического альянса. Активно поддерживала силовые операции США по всему миру. За последние 200 лет именно западные страны как минимум четырежды нападали на нашу страну. 1812 год. Крымская война 1853 года. Первая мировая 1914 год. И, наконец, 40-е годы прошлого столетия, Вторая мировая война. 200 лет эти как бы цивилизованные страны Запада нападали на нашу страну. Это сложно забыть. Не забудем мы и другие пещерные, прямо-таки, русофобские заявления нынешних западных лидеров, которые открыто призывают уничтожить Россию. Которые прикрываются санкциями и рестрикциями, а сами мечтают поделить между собой российские земли и наше природное богатство. Этому не бывать. Россия защитит, как защищала всегда, и свой суверенитет, и безопасность. Это наша святая цель. И цель вот всей этой кампании всемирной, все вместе взятая, да, все болезни, все пандемии, все революции, все теории. Цель какая? Уменьшить количество населения. Мешают только русские. Можно давно бы всех разогнать. Вон Сирия. Давно бы там всех перестреляли, ИГИЛ. ИГИЛ бы сейчас в Ближнем Восток весь бы сгорел, черт. А русские взяли и остановили. Ну вот, в этом же проблема. Поэтому у вас величайшая задача. Нету войск иностранных. Они никогда не вторгнутся на территорию России. Никогда. Никто не будет бомбить. Через коктейль, через бар, через одежду, через музыку, через танцы, через турпоездки. Что угодно. Только забудьте слово Россия, русские истории. Суворов нет такого. Суворова. Какой Кутузов, какой Жуков. Нет ничего. Американцы выиграли войну у Гитлера. Американцы, французы, голландцы. То есть они. Нас вообще нету. Одна строчка. Сейчас же ее убрали. Все делают Американцы. Все победили. Там Берлин, Поздан. А в это время на Востоке и русские перешли в наступление. Где, когда. Московская битва нету. Сталинград нету. Ржев, Куст. Ничего нету. Одна строчка. И русские перешли в наступление. Единственный народ, который может ответить, и будет очень больно всему НАТУ-блоку и всей США. Это мы. Русские последний народ. Народ-освободитель. Мы освободили от Наполеона. 19 век. 20-й от Гитлера. А 21-й год надо будет освобождать. Нам с вами от этой ментальной атаки. Мозговой атаки. Конкретно на русские мозги. Даже специально все делается. Специально. Ахайвают русских. Культуру, язык. Девочки под музыку Чайковского стоят. И флаг Федерации, Всемирной Федерации фигурного катания. Какой чей флаг? Вы что вообще? Специально делается. Новость нынешних дней, минувшей недели. Как сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель, ЕС выделит Украине 1 миллиард евро на закупку вооружений из Европейского фонда мира. Еще раз. Миллиард на покупку вооружений из Европейского фонда мира. Мне, как представитель управления Российского фонда мира, тяжело это даже произносить. Могло бы быть смешно, если бы не было смертельно опасно. Все смешалось на этом самом Западе. Это там теперь окопались новые большевики, которые без суда и следствия, нарушая все мыслимые законы, воруют российскую собственность, включая собственность частных лиц. Это оттуда теперь возводят железный занавес между собой и Россией, пытаясь отгородить нас от всего остального мира, пытаясь в том числе запретить обычным россиянам попросту передвижение по миру. Это там теперь возгоняют антироссийскую истерию, поддерживая русофобию, всеми своими реальными действиями. Это там отказывают студентам из России в праве на учебы. Это там отказывают больным, в том числе больным детям, из России в праве на лечение. Это там запрещают российское искусство и спорт. Это там запрещают вообще все русское. Это там больше нет права. Того самого знаменитого права, на котором базировался весь Западный мир. Тот самый Западный мир, который когда-то гарантировал неприкосновенность прав человека, который гарантировал неприкосновенность и частной собственности. Этого права больше нет. Его растоптали неквалифицированные западные политики, которые в своем санкционном угаре и животной, по-другому не скажешь, ненависти к России и россиянам, не жалеют и собственных граждан. И прямо сейчас готовят мир к продовольственному энергетическому кризису, который может стать прямым следствием западных санкций против России. У нас есть технические возможности, чтобы противостоять любому, любому вредному влиянию на умы наших граждан, попыткой вмешиваться в любой форме выборы или в нашу экономику, в наши социальные процессы. Нужно действовать смелее. У нас есть соответствующие контрольные органы, службы. И потом наши граждане вовсе не желают слушать то, что им будут внедрять через эти социальные сети. Какие бы ни были крупные монополисты, какие бы ни были гигантские сети, все равно у людей своя голова есть. И у нас есть возможность для нейтрализации этого влияния. Чтобы сказать, что это плохо, а это хорошо. Вы помните у Маяковского, что такое плохо, что такое хорошо. Вот надо всем нашим гражданам объяснить, что такое плохо, что такое хорошо. Все, что с Запада идет, надо проверять, думать. И там 90% фальшь, оскорбления. А у нас этого намного меньше, поэтому будем верить своим каналам связи. Они обрадовались, когда был Ельцинский режим. Все вроде бы рухнуло, поломалось. Мы со всем согласились. От всего отступили. Потом, когда мы увидели, что вот такая доброта с нашей стороны не так оценивается с их стороны Запада, мы стали все восстанавливать. И экономику, и промышленность, и демократию, и армию. И это им не понравилось. Им нужны слабые. Им нужны как Украина, как Польша, как Финляндия, как Болгария. Мы в такие параметры не входим. Мы великая, мощная страна. Нам никто не указ. Мы сами будем решать, что нам делать. И сами будем себе давать оценку. И не давать никакой возможности внедрения в умы молодежи. Это сделают наши школы, вузы, и наша огромная сеть средств массовой информации. И будем запускать свои социальные сети. Как у нас есть свой рубль. Какой бы ни был сильный, слабый доллар, у нас рубль. У нас своя карточка МИР, а не мастер, виза и так далее. Они вынуждены с нами соглашаться. Поэтому только компромисс. Обо всем надо договариваться. Нам никто не будет диктовать. Ничего. У нас достаточно сил и средств для того, чтобы адекватно отвечать всем тем, вызовам и угрозам, которые могут наблюдаться в различных приграничных территориях нашего государства. Азербайджан – это когда-то союзная республика Советского Союза. Но после распада Советского Союза каждая страна, вновь образовавшееся государство, выбирала свой путь. Армения является членом ОДКБ, Организации договора коллективной безопасности, членом которой является также и Российская Федерация. Азербайджан не стал вступать в ОДКБ. Более того, у них заключены соответствующие двухсторонние соглашения с Турцией, которые являются членом блока НАТО. Напомню на всякий случай, что Турция – это не только государство, куда некоторые летом направляются на отдых, но это государство, которое принимает решение сбивать наши самолеты. Турция никогда нам не была, не является и не будет дружественным государством. Соответственно, любые государства, которые находятся с Турцией в военном альянстве, альянсы тоже не могут быть для нас дружественными. Рано или поздно это произойдет. И когда наступает конфликт интересов, то, соответственно, Азербайджан сегодня ясно и четко дает понять, что они не планируют считаться с наличием российских миротворцев на территории Карабахской народной республики. Это вот нам достались последствия так называемой национальной политики Советского Союза. И в свою очередь Российская Федерация должна все эти вопросы тушить на корню. Тогда еще, когда Турция выступила на стороне Азербайджана, наверное, России нужно было более решительнее выступать на стороне Армении. Тогда, может быть, многие вопросы сегодня бы не возникали. Как конкретно в Карабахе покончить с этим? Как в Карабахе, так и в Чечне, так, допустим, и Украина способ только один. Ликвидация национально-государственных образований. Все. Единственный способ. Самое простое решение вопроса. Ликвидировать Армянскую республику, Азербайджанскую республику, все республики. Будет Бакинская губерния, Армянская губерния, Нагорно-Карабахская губерния, Право национально-самоопределение. Так это ошибочное понимание. Право национально-самоопределение это самопределение в культуре. Употреблять свой язык. Пожалуйста. Иметь свои вузы, свои газеты. Но никто заложил вам формулу понятия право национально-самоопределения создания собственного государства. Давайте создадим 100 государств. Нет, а чем они хуже нас, допустим, я вот простой человек, чем они хуже нас, чтобы не иметь свое, как мы, российское государство, а не свое армянское. У них же было до государства в Араратской долине. Правильно. И надо, чтобы оно оставалось. Зачем нужно было просить русского царя присоединить Армению к России? Ну, значит, царь ошибся. Значит, сейчас время другое, значит, им надо дать свободу. Дать свободу. А какова цена этой свободы? Давайте об этом подумаем. Цена свободы. Это миллионы беженцев, это сотни тысяч убитых, это разоренное жилище, уничтоженная собственность, разграбленная экономика. Это же разрушенная страна, государство. Цена, вопрос цены, вы понимаете? Вот мы говорим, выиграли войну. Да, выиграли. Положив 26 миллионов человек. А эти бы Сталин решительные меры принял бы в 1939 году, в 1940, не допустил бы войны. Вот тогда это был бы успех. А то выиграть войну и положить в могилу миллионы людей, это, извините, тоже надо еще спросить у них, кто погиб. А они хотели погибать. Вы спросите у армян на Горном Карабахе, они хотят этой демократии, этого СНГ, этого независимости. И они в могиле уже лежат. Вы у них спросите у мертвых, которых положили в могилу, чтобы взвелся другой флаг. Другого цвета флага. Вы когда идете домой или на работу, вы что, смотрите, какого цвета флага на вами развивается? Вам нужна свобода. Поэтому я за свободное российское государство, где бы и армянин, и русский, и еврей, и курд, грек, и киргиз, все бы жили нормально, спокойно. Разве я говорю, что российское государство только для русских, или только это будет вариант сталинской демократии? Я за свободу. Но если это создание нового государства, это будет кровь, это будет насилие, вот такое создание государства, это не может быть два симпатии. Вы поддерживаете это в процессе? Нет, конечно нет. Конечно нет. Вы понимаете, что это цепь, это цветная реакция. В физике цветная реакция. Начинают делиться нейтроны. Как вы остановите дальше? Пошло деление ядра. Это взрыв происходит. Взрыв ядерной бомбы. Можете вот так сделать? Начать были постановить его. Вот вы начали Прибалтику выпускать, и пошла ручится вся страна. Поэтому, думая о Прибалтике, думайте о всей стране. Сегодня кровь на Горном Карабахе, потому что Прибалтику отпустили. Сегодня в Тирасполь убивают русских, потому что Прибалтику отпустили. Чечня сегодня беснуется, потому что Прибалтику отпустили. Завтра Бурятия, Якутия, Ханты, Манси. Это миллионы людей сдвинуты из своих мест. Тысячи заводов остановятся. Миллионы беженцев. Миллионы безработных. Люди умирают. Умирают каждый день в больницах. Умирают дома, потому что холодно, голодно. Давятся в очередях. И вот это вы называете свободой. Ради этого можно принцип права на цену определения. Но процесс можно повернуть назад? Как вы считаете? Ему нужно остановить. Остановить процесс гибели нашего государства. И остановить самыми решительными и эффективными средствами. И обязательно лет через 30, через 40 мы все будем жить. Каждый, так сказать, может быть, в какой-то общности, допустим, литовский, будет проживать. Вы поймите, сам принцип права нации на самоопределение, это уже расизм и фашизм в какой-то степени. Ведь будут постоянно нации самоопределяться. И для самоопределения они будут выгонять окружающие их народы. Уничтожать их. Иначе как нация самоопределиться? Чтобы литовцы самоопределиться, нужно убрать русских, убрать поляков, убрать евреев. Почему убрать? Они могут жить в этом государстве. Просто их может быть меньшинство и все. Так вот правильно. Они должны заставить их изучать другой язык, принять другую культуру, принять другое гражданство. Отказаться от всего, что было их историей, их родом, их происхождением. Все забыть, превратиться в людей второго сорта. Их будут долго республинировать. Вот в этом весь смысл свободы. Свободами должны быть граждане, а не нации. Правильно. Постепенно уходить, но не сразу. Чтобы не было обрыва в выполнении договоров. И за нами другие потянутся. Ливия Каддафи хотел убрать доллар. Вот его свергли. Саддам Хусейн хотел убрать. Поэтому нас никто не свергнет. Мы подаем пример. И постепенно выйдем из зоны доллара. Нам не нужна эта грязная, ничего не значащая зеленая бумажка, которую печатают без остановки. Рубль! Мы заставим всех рассчитываться с нами рублями. И турецкий президент мне сказал, что он готов ввести расчеты во всех точках торговых в Турции на рубли. Пропускать граждан России по внутреннему паспорту. Не только визы не надо, но не надо иностранного паспорта. Вот так нужно строить отношения. Что они не так, что ждать, пока по морде дадут, закроют русскую школу или запретят русский язык. Правильная позиция. Уйдем из доллара и из евро уйдем. И евро рухнет. Немцы недовольны. Итальянцы недовольны. Они все потеряли на этой общей валюте. Все. Они все хотят вернуться к национальной валюте. И Британия вовремя соскочила. Поэтому будущего у Евросоюза нету. В ближайшие годы он рассыпется. И юань нам не нужен. Пусть у нас покупают все на рубли. И нам продают на рубли. Но где-то, как-то, если требуется какую-то часть платежей, отношений, будем использовать национальную валюту. Тех стран, с кем мы торгуем. Если мы вступаем в ВТО, мы должны следовать ими установленным правилам. А эти правила нам не подходят ввиду нашего климата. У нас очень холодная страна. Мы должны помогать нашему сельскому хозяйству. Если мы по правилам ВТО прекратим оказывать поддержку. А там правила какие? Должны быть однако условия. У вас говядина, у вас говядина, у вас. У вас еще в листерк ВТО. Вот давайте продавать вашу говядину. Еще в листерк. А у нас будет дороже всех. Там нужно всех личность код зарубить. Рубашки наши будут дороже, чем китайские. Обувь наша дороже, чем итальянская. То есть всю нашу промышленность мы будем уничтожить. И покупать все за рубежом. Там будет дешевле. Может быть даже хорошего качества. Но это опасно. Они прекратят поставлять продовольствие, мы умираем от голода. Прекратят поставлять обувь, мы будем ходить босиком. Одежду, мы останемся голой. Лекарства, мы будем умирать. Опасность. То есть мы отдельная цивилизация. Они все вместе. Они там друг друга в опасное положение не поставят. А у нас, нашим климатом, можем оказаться без своих лекарств, одежды, питания и так далее. Потому что там действительно дешевле все. Нам выгодно везти бразильскую говядину. Представляете? Она дешевле, чем наша. Костовская дорога. Там круглый год в пальтое. В итоге мы с вами, к сожалению, сегодня будет артифицировано. Повторяю, ЛДПР не даст ни одного голоса. Почему нас сразу не приняли? Тут логика уже пошла. Если ВТО очень плохо нам, почему нас не принимали сразу? Надо же сделать хуже России. Они же хотят, чтобы в России было хуже. Почему нас не взяли сразу, чтобы мы еще больше бы опустились? В этом логике непонятна. Говорят, что у нас еще была мощная промышленность, и мы могли конкурировать. Может быть. А сейчас за 18 лет, якобы, она совсем вся уже опустилась. И мы никакой угрозы для них не представляем. Вот то же самое правило ВТО. Там тоже есть свои и чужие. Мы чужие для ВТО. Вспоминая дискуссию, которая была там больше 10 лет назад, относительно вступления России в ВТО, и тогда риски мы наблюдали, мы просчитывали, и мы на них указывали. Говоря о том, что Россия много что просто потеряет, и будет нанесен удар по экономике, когда Россия войдет в ВТО и примет на себя все обязательства международные. Так и получилось. И мы видим, что вступление в ВТО – это была ошибка. Кроме ущерба нашей экономики, другой реакции или другой оценки дать мы не можем. И сегодня то, что происходит в мире, в стране, на нашем рынке, мы понимаем, что абсолютно никакой необходимости не было вступать в ВТО и брать на себя обязательства, которые были не в интересах принятой нашей экономике. Слова поддержки в эти непростые секунды, в этот непростой момент мы видим от миллионов людей в нашей стране. И люди действительно сплачиваются вокруг личности Владимира Жириновского на фоне той клеветы, которая идет на фоне тех фейков, вбросов, которые идут один за одним. И 45,9% поддержки его как политика, как человека, как, безусловно, одной из самых значимых фигур современной России. То, что показывает в ЦОМ своих опросов – это действительно подтверждение.